Доброе утро телезрители! Весна, отличное настроение, теплая погода, это означает, что очень скоро уже придет долгожданное лето, которое мы так все ждали, особенно зимой. Нам хотелось сбросить с себя эти теплые одежды, показать красивые летящие платья, погулять по зеленым улицам, сфотографироваться с цветочками, просто погулять по нашей самой красивой набережной в стране. Это 100%. А кстати, для всех любителей фотографироваться и фотографировать есть фотоконкурс, который будет длиться, прием заявок у которого длится до 1 июня, называется он «Благовещенск, моя малая родина». Работы принимаются, как я уже сказал, до 1 июня и снимки можно представить в электронном или печатном виде по следующим номинациям. Номинации «Животный мир», «Заповедные земли», «Решаем эко-проблемы», «Отражение экологических проблем города и пути их решения», «Я и природа», «Отношения человека и природы», «Заботы о природе», «Город в цвете», это же, конечно, цветы наши городские. Представленные фотографии можно приносить в любом виде, то есть это могут быть и печатные фотографии, и электронные носители. Оцениваться они будут по 12-бальной системе. Жюри будут обращать внимание на оригинальный сюжет, необычный ракурс, раскрытие темы. Мне кажется, просто даже на фотографию, на то, какую эмоцию будет рождать этот снимок. Более подробную информацию можно найти в молодежной библиотеке имени Чехова, там же работы и принимают. Ну а мы потихонечку переходим к анонс сегодняшнего выпуска. Что нас ждет, сейчас узнаем. День лосося в 2019 году и Амур-экспо-форум в 2018 году. Какие события обсуждали в Прямуре 18 мая в разные годы, мы узнаем из рубрики «День в истории». Как стать ветераном труда? Развернутую информацию дают специалисты портала «Объясняем.рф», а мы рассказываем в нашей программе. О работе Народного музея поговорим с Натальей Кравченко, специалистом Центра краеведческих и музейных инициатив. Когда в Прямуре пройдет фестиваль детства на Амуре и чем он будет отличаться от прошлых в беседе с начальником управления культуры администрации Благовещенского Валентиной Мищенко? Решайте практические задачи и не витайте в облаках. Это уже рекомендации астрологов. А следовать ли им, решайте сами. Сегодня дадим ответ на еще один вопрос. Что делать со старым смартфоном? Разобраться в ситуации поможет Центр цифровой экспертизы Роскачества. А сейчас предлагаю сделать небольшую паузу и посмотреть новости. Наше утро вернется в эфир буквально через 10 минут. Доброе утро, дорогие наши телезрители. Снова в эфире Алексей Римман, Надежда Пархунова. Мы продолжаем нашу программу «Наше утро», а продолжаем мы ее рубрикой «День в истории». Итак, 18 мая. Что интересного случилось и какие праздники сегодня можно отметить? Ну, к примеру, сегодня можно отметить день Балтийского флота ВМФ России. А как этот праздник появился и какая у него история, Надежда нам сейчас расскажет. Этот праздник появился достаточно давно. В 1696 году, захватив крепость Азов, русские суда получили свободный выход в Азовское море. Это вдохновило Петра I Великого на борьбу со Швецией, чтобы обеспечить русскому флоту выход на Балтику. И уже в августе 1700 года он объявил Швеции войну. На этом история не заканчивается, потому что выходу русских кораблей в Балтийское море препятствовали две шведские крепости. В итоге все равно мы эти крепости, конечно же, победили. Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда оставить устье Невы. Для его защиты Петр I основал крепость на острове Янисари 27 мая 1703 года. Это нынешняя Петропавловская крепость, очень известная. И заложил город Санкт-Петербург. Первый русский порт на Балтийском море. Я хочу сказать, что это, наверное, все-таки большой, великий праздник. Давайте мы вспомним сегодня. И пахальное событие. Пахальное событие. Мы открыли для себя Балтийское море и основали город Санкт-Петербург. Это же тоже, мне кажется, такое событие очень культурное. А вот, кстати, в тему культуры продолжим и расскажем об еще одном празднике. Сегодня отмечается Международный день музеев. Ежегодно, 18 мая, музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник. И немножко приоткрою завесу тайны. Сегодня и гость в рамках нашего утра будет тоже связан с музеями. Поэтому сегодня прекрасный повод записаться на какую-нибудь экскурсию. Тем более музеев у нас в нашем Буглевещенске. Ого-го, сколько. Как выяснилось, очень много. А мне хотелось бы сегодня вспомнить еще один такой очень легкий праздник. Вспомнить мультик, если кто-то смотрел, или кино. Сегодня день розовой пантеры. Он отмечается 18 мая с 2015 года. Когда жители планеты впервые отметили необычную дату, день розовой пантеры. Новый праздник, учрежденный в королевстве любви. Вот так вот есть такое королевство. И напомним, что розовая пантера обладает замечательным чувством юмора. Она с хорошим характером, легким, с логическим мышлением. Я помню по мультику просто, что там какие-то детективные истории расследовала. Ну, в общем, друзья, все, кто любит розовый, и все, кто любит пантер, и все, кто любит розовую пантера, сегодня отмечаем этот праздник. А еще сегодня, все, кто любит майских жуков. Ждет тоже приятный сюрприз, потому что сегодня день рождения майского жука. Видимо, они, кстати, именно в этот день пробуждаются. Ну, начинают вот это вот жужжать, летать везде и беспокоить наш внутренний мир. Почему я это сказала? Потому что сегодня день, Леша хочет сказать, день внутреннего мира. День покажите красоту внутреннего мира. Сегодня ее нужно демонстрировать. И вот как можно показать красоту внутреннего мира? Ну, я думаю, что ее можно показать через творчество. Например, вы сегодня можете написать картину. Или вы сегодня можете написать стих и рассказать его своим коллегам. А может быть, вы сегодня ворветесь в офис с песней. Кто знает? Ну, или, как обычно это говорят, девушки могут свой внутренний мир, красоту своего внутреннего мира сначала скрывать, а потом уже при общении показывать, рассказывать. И, как говорят, самое главное – это красота внутреннего мира. В общем, весна точно берет свое. Нужно показывать красоту и внешнюю, и внутреннюю. Ну, а мы покажем вам историю амурских земель. Точнее, если говорить, то, что случилось здесь 18 мая в рубрике «День в истории». Правительство города Хейхэ запретило торговцам вести себя агрессивно по отношению к россиянам. В торговых центрах города развесили документы, уведомляющие продавцов и покупателей. В бумагах на русском и китайском языках было написано о том, что российских туристов нельзя хватать за руки, подталкивать к прилавкам и так далее. На фасаде Благовещенского педуниверситета установили мемориальную доску памяти Леонида Завольнюка. На торжестве присутствовала и супруга популярного автора. После церемонии в холле вуза открылась выставка, рассказывающая о Леониде Завольнюке. Благовещенцы смогли не только прочитать стихи знаменитого поэта, но и посмотреть его картины. В Благовещенске открыли Амурскую международную выставку товаров и услуг. В мероприятии приняли участие 150 российских и 19 китайских компаний. Амурчанам презентовали продукцию участники из Московской области, Екатеринбурга и дальневосточных регионов. Китайские компании представляли услуги в сферах медицины, туризма и образования. В Благовещенске прошел областной фестиваль, посвященный Дню лосося. В ярком костюмированном шествии приняли участие дети и взрослые. Они выкрикивали речевки, призывающие людей задуматься о спасении лесов и водоемов. Кроме выступлений и игр, на фестивале работала фотовыставка, лосось которого мы можем потерять. Продолжаем нашу программу. Ну а следующая информация будет полезна и интересна для тех, кто хотел бы оформить для себя удостоверение ветерана труда. Какие условия и документы для этого необходимы, мы узнали на портале объясняем.рф. И сейчас коротко расскажем вам. Ветеран труда. СССР или ведомственные награды, а также общий трудовой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. Работникам, которые начали трудиться в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны и имеют трудовой стаж, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин. Какие награды учитываются при назначении звания? Ордена или медали СССР или Российской Федерации, почётные звания СССР или Российской Федерации, почётные грамоты или благодарности президента России, ведомственные знаки отличия за заслуги в труде, дающие право на присвоение звания ветеран труда. Статус ветерана труда устанавливается один раз и подтверждать его не нужно. Удостоверение является бессрочным и действует на всей территории России. Как его оформить? Нужно подать заявление и документы в органы социальной защиты по месту жительства. В некоторых регионах это можно сделать через МФЦ. Какие нужны документы? Трудовая книжка, заверенная копия или оригинал. Документы, подтверждающие наличие наград. Фотография 3х4. Паспорт. Вот мы с Надей только что поделились на два лагеря. Человек, который не рад тому, что начинается пора 20-градусной жары днём. А я отношусь к тем, кто всё-таки рад этому. Потому что я лично лето ждал самых первых снегов и заморозок. Поэтому лично, как по мне, лучше плюс 20, чем минус 20. Ну ты знаешь, плюс 20 это, конечно, ещё очень комфортная температура. И вообще май для меня один из любимых месяцев. Потому что нету изнуряющей жары. Всё начинает свисти. Погода комфортная. И мы хотели бы сейчас, Лёша, вас обрадовать. Действительно, в ближайшие дни погода будет комфортная. А более подробно. Она будет сегодня для Нади или для меня. Посмотрим из прогноза. Возвращаемся к ещё одному празднику дня сегодняшнего. Это Международный день музеев. И знали ли вы, что в Преамуре действует более 30 таких культурных объектов? Почти три года в Благовещенске работает Народный музей имени Александра Кириллова. Чем он интересен, какие там экспозиции и какие планируются там обновления, нам расскажет наша сегодняшняя гостья Наталья Кравченко. Доброе утро. Доброе утро. Наталья, вот честно говоря, немножко нужно, наверное, пояснить нашим зрителям, что такое Народный музей, что туда нужно принести, где он у нас находится, как его посмотреть и что интересного в него можно увидеть. Да, я... Столько вопросов сразу, да? Да, я расскажу. Это Центр краеведческих и музейных инициатив. Он Народный музей имени Александра Кириллова. Имени Александра Кириллова мы присвоили в 2020 году, а сам музей, он появился в 2019 музее. Давайте напомним нашим зрителям, кто такой Иван Кириллов, почему его имя присвоили музею. Это один из первых на Дальнем Востоке и в Благовещенске конкретно краеведов, этнографов. Он был и главой городской думы. У него большой послужной список. И, кстати, если именно про музейную деятельность говорить, он возрождал музей, так сказать, из пепла. Его какие-то вещи старинные есть в этом музее? Нет, есть некоторые документы, которые сохранились в документах. Они есть в архиве об Мурском областном. Его подпись, мы знаем, как она выглядит. Мы хотим рассказать о том, что Народный музей – это в первую очередь не музей, как в нашем привычном понимании. С экспонатами, когда можно прийти потрогать, посмотреть. Конечно, у нас выставки бывают, но в первую очередь это такой центр, который консолидирует силы, направляет в нужное русло наши музейные силы и пространство. Я хочу заметить, что их не 30, как вы сказали. У нас музейных пространств в городе Благовещенске 68. И мы создали путеводитель по музеям Благовещенска. Уже было несколько версий. И планируем эти версии продолжать расширять, потому что у нас 61 музей вошел, а на самом деле их уже больше. Но уже больше – это значит, что мы просто про некоторые не знали. И наши жители города… В городе входит, я так понимаю, музеи, те, которые в высших учебных заведениях находятся. В первую очередь, в частные музеи, организации общественные музеи. Наталья, скажите, пожалуйста, а вот Народный музей, где он находится и что-то можно увидеть? Народный музей находится в библиотеке «Центральная» на Красноармейской 128. Входит в состав муниципальной информационной библиотечной системы города Благовещенска. И мы вот там с 2019 года находимся. Сейчас наша библиотека становится модельной. Открытие планируется 1 октября. Ну и тогда мы представим… Ну а в самом музее что можно увидеть? Почему он называется Народный музей? Туда просто людям какие-то ценные вещи принести? Самое главное, мы как копилка воспоминаний и мемориальных каких-то ценностей. Вот люди в первую очередь делятся с нами своими воспоминаниями, своими какими-то личными историями, к которым мы очень трепетно относимся. Мы рассказываем о них. Да, это информационный у нас такой ресурс. Мы делимся с журналистами, друзья наши журналисты. Ну да, это же интересные истории какие-то. Мы публикуем на сайте библиотеки Благовещенска, biblioblack.ru. У нас есть раздел Народный музей. Хочу поделиться, что на протяжении этого года, нет, даже нескольких месяцев, мы стали работать с военкоматом города Благовещенска. И он, так сказать, впервые поделился военкомат такими данными на участников Великой Отечественной войны. Мы опубликовали эти списки, и дальше будет работа продолжаться. И мы вот к 9 мая и ранее просили благовещенцев делиться воспоминаниями. Понятно, что есть и другие ресурсы, где и как бы на федеральном уровне. Можно эти истории посмотреть. Но именно наша, чтобы была база данных, почему бы ее вместе не собрать воедино? Я думаю, ничего плохого в этом нет. Расскажите, может быть... Такие люди есть и поделились, и фотографии прислали. И эта работа, конечно, не сказать, что она там вот в течение года. Это очень долгий процесс. Какой самый интересный экспонат есть в этом музее для вас лично? Может быть, что-то зацепило или вот какая-то вещь удивительная? Самое главное, у нас нет вот этого пространства, где все это разместить. Поэтому мы организуем выставки временные, каким-то датам. Сейчас мы, конечно, ограничены, потому что у нас ремонт. А так у нас были и мемориальные выставки, и посвященные юбилеям каких-то известных личностей. Например, в прошлом году Игорь Исасим праздновал 60-летие. Вот мы ему выставку, посвященную его деятельности, открывали. В общем, у нас, то есть приносит, мы рассказываем о деятельности. Она какое-то время работает, эта выставка. Потом она может перекочевать в другую библиотеку, либо верну, мы возвращаем. А где тогда находить информацию? Какая выставка представлена вашим музеем и где? Ну, это в социальных сетях. Сейчас мы в телеграм-канале у нас, Нармуз, сокращенно Народный музей. Народный музей. Да, мы есть ВКонтакте, тоже Народный музей, зовемся. Ну, и на сайте biblioblag.ru. Планируем еще освоить одноклассники. Давайте новости, конечно. Это просто в продолжение, чтобы не уходить от музейных пространств. У нас планируется еще два новых музея открыться. Даже в год пандемии. Тоже Народных? Нет. Ну, возможно, они и станут Народными. Но они просто один, значит, музей коневодства Амурской области. Мы сотрудничаем с разными структурами. И стараемся им как-то помочь, посодействовать. Тем более, я самое главное не сказала. У нас руководитель Народного музея, кандидат исторических наук Елена Ивановна Пастухова. И вот, то есть, она рулит этим процессом активно. Я ей помогаю. Ой, Наташа, спасибо большое. Понятно, что информации очень много. И сама тема такая обширная. Можно говорить бесконечно. Можно говорить бесконечно, но у нас, к сожалению, время заканчивается. Обязательно вас позовем. А еще один музей можно рассказать, какой? Можно, давайте. Только вот буквально минутку. Да, и еще у нас планируется, наверное, в этом году начать уже работу по открытию музея библиотечного дела в подвале Центральной библиотеки. Да, это обширная тема, поэтому мы будем ее развивать. В общем, планов много. Мы желаем вам, чтобы все получалось, сбывалось и в сроке, что самое главное, потому что я знаю, что в таких делах сроки это немаловажно. Спасибо. Спасибо большое. Ну, а мы в продолжении нашего утра посмотрим новости. Никуда не переключайтесь. Мы продолжаем наше утро. Мы продолжаем встречать 18 мая. Сегодня у нас маленькая пятница, напомню. Надежда Порхунова и Алексей Римман в студии. И сейчас любимая рубрика многими нашими телезрителями, которая называется «Гороскоп». Но сначала небольшая аннотация к нему. Ну, у меня эта рубрика точно любимая, а сегодня особенно, потому что, дорогие мои телезрители, я хочу с вами поделиться информацией. Прошедшее затмение, полное лунное затмение, которое можно было наблюдать в Москве, большая кровавая луна завершила коридор затмений. И это означает, что все будет налаживаться, в том числе и в мире. То есть, вот в таком большом астрологическом прогнозе немножечко сдвинулся вот этот период, да, негативный, темный, на положительные изменения. Мы все их очень ждем. И, кстати говоря, сегодняшний «Гороскоп» на сегодняшний день это подтверждает, потому что сегодняшний день обещает быть хорошим, полезным, положительным, продуктивным. Дела будут решаться, будут возникать новые возможности. Фактически для всех знаков зодиака сегодня день благоприятный. Ох, как хорошо, как давно мы это все ждали, воскликнули наши телезрители по ту сторону экрана. Ну, а какой более точный и подробный прогноз для каждого знака зодиака, мы сейчас посмотрим. Овны. Звезды предсказывают обычный трудовой день. В финансовой сфере произойдет какая-то нестыковка. Ощущение, что кто-то специально путает ваши планы. Постарайтесь достойно выйти из этой ситуации. Тельцы. С любимыми не расставайтесь. Фраза знакома, но изменить что-то в отношениях с избранником никак не получается. Работа не спорится, настроение жуткое, конфликты неминуемы. Близнецы. Будьте таким, каким вас знают и уважают. Тем более, что сегодня ожидается раздача проектов. Не вздумайте бездарно пускать на ветер финансовые накопления. Раки. В финансовых делах все спокойно, что и раздражает. Прибыль не ожидается даже в том случае, если вы последнюю неделю трудились до зари. Вам срочно нужен отдых. Вы устали и выглядите понурно. Львы. Сегодня необходимо ко всему подойти с умом. Тогда удастся выполнить все имеющиеся задания. Мало работать руками. Дайте приказ мозгу, чтобы умственный процесс ни на минуту не останавливался. Девы. Вы так воодушевились новыми проектами, что даже о деньгах ни разу не вспомните. Настроение может слегка подпортить коварная особа. Если откажетесь с ней общаться, то сохраните мир и гармонию внутри себя. Весы. Акцентируйте сегодня на работе, контрактах, сделках и командировках. Пусть все это утомительно, но пользу получите материально. Занятия спортом, пробежкой, йога направят энергию в иное русло. Скорпионы. В этот день придется выбирать, работа или дом. Свободный график вынудит на такой шаг, но в этом есть своя прелесть. Не пересекайтесь даже мысленно с тем, с кем недавно расстались. Все закончилось. Смиритесь и шагайте дальше. Стрельцы. Если вам захочется совместить полезное с приятным, то нужно запланировать это заранее. В противном случае вы точно сломаетесь на первом сложном задании. Занимаясь бытовыми вопросами, не скачите с одной темы на другую. Козероги. Звезды не рекомендуют откровенничать с первым встречным. Это может закончиться настоящим маразмом. Хорошо, что не с вашей стороны. Выгодная информация в плане денег поступит по электронной почте. Водолей. Какое-то шумное мероприятие утомит и будет раздражать. Может, стоит не ходить? Бизнесменам лучше не встревать в спор с конкурентами. Хорошо обзавестись парочкой надежных партнеров. Рыбы. У вас будет масса планов на этот день, но часть из них растворится в пространстве. И все потому, что вы чересчур стремитесь к идеальному образу жизни. Даже в работе пытаетесь навязать всем свой метод реализации. Конкурс детских театров «МОД» и «Народный вокал». Этими новыми направлениями будут удивлять зрителей и членов жюри на международном фестивале детства на Амуре. А что еще будет там интересного, нам расскажет наш сегодняшний гость. Это Валентина Мищенко, начальник управления культуры администрации Благовещенска. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, дорогие друзья. Валентина Петровна, такой большой фестиваль, такие объемные мероприятия. Вы скажите, расскажите, пожалуйста, когда он будет проходить? Кто участники? И не поздно ли еще подать заявки, если кто-то сейчас услышит и захочет в этом принять участие? Ну, сейчас как раз самое время. С 20 мая стартует прием заявок по всем конкурсным направлениям фестиваля детства на Амуре. Хочу заметить, что в этом году круг направлений конкурсных расширился. Теперь у нас их шесть. Помимо вокального конкурса, конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества, кинолюбительства и анимации, поэтического и литературного творчества, у нас добавился конкурс театров мод. Это вот одно из таких конкурсных направлений дополнительных. В целом, хочу сказать, что это новый для нас опыт еще и потому, что мы впервые одержали победу в новом формате в конкурсе фонда культурных инициатив. Я хочу показать новый логотип нашего фестиваля детства на Амуре, где присутствует как раз эмблема президентского фонда и эмблема года культурного наследия народов России. Потому что 2022 год мы фестиваль подсвещаем этой тематике и поем, танцуем, рисуем на тему народного творчества и в поддержку культурных традиций нашей страны. Международный конкурс, международный фестиваль. Кто будет принимать участие помимо наших российских благовещенских амурских ребят? Могут участвовать и дети Дальневосточного региона. Обычно у нас участвуют и из Приморского края, и из Хабаровского края участники. В принципе, весь Дальневосточный регион мы приглашаем к участию в фестивале. А также, это уже наша добрая традиция, наши друзья через Амур, почему и фестиваль называется «Детство на Амуре», что детство есть и на этом берегу Амура, и на другом. Наши друзья из города Хэйхэ и Китайской народной республики также участвуют в фестивале, но так как пандемия пока не позволяет и обмена личного мы не можем совершить делегациями, в дистанционном формате ребята участвуют и в этом году в фестивале. А ребята каких возрастов могут принять участие? Возраст участников от 7 до 17 лет, и примечательно, что мы продолжаем вручение именных стипендий лауреатам и победителям фестиваля. Вот благодаря поддержке фонда президентских грантов сумма поддержки общая составила 6 миллионов рублей, и более 2 миллионов будет направлена как раз на адресные премии талантливым ребятам. Стоимость премии за первую, вторую, третью степень от 7 до 16 тысяч рублей, и плюс есть коллективные награды для творческих коллективов, вокальных ансамблей от 50 до 150 тысяч рублей. Я думаю, что это приятный, скажем так, бонус, подспорье для дальнейшего творческого развития. Можно поехать на эти деньги куда-то, купить билеты. Да, приобрести действительно какие-то билеты, совершить поездку на другой какой-то конкурс, престижный фестиваль. Либо костюмы, да, мне кажется, тоже это такая всегда тема. Да, это всегда как бы важно, и дети активно на это откликаются, плюс всегда фестиваль – это учеба, это обмен опытом. Новшеством 2022 года будет проведение единой творческой смены на базе детского оздоровительного лагеря «Колосок». В этом нам помогает Центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега». 150 ребят, самых активных, самых творческих, кого мы на первом этапе заочном отберем, будут у нас в конце октября, в начале ноября участвовать в такой смене. Валентина Петровна, у меня такой вопрос. Новое направление, которое вы включили вот в этот конкурс, вот в этот фестиваль, да, наверное, больше сказать, это мода. Мода, одежда, показы какие-то. Почему выбрано это направление, и есть ли уже какие-то участники, какие-то заявки на вот это направление? Ну, прежде чем планировать такое направление и подавать заявку, мы, естественно, мониторили ситуацию и узнавали о том, есть ли вообще на территории Амурской области. Мы все, конечно, знаем именитый коллектив наш, модельное агентство «Жираф», детская студия, да, но, тем не менее, есть еще и другие театры, мод, есть юные модельеры, работающие у нас по Амурской области. И совсем недавно, я знаю, что в районах нашего Преамурья проводились такие творческие состязания юных модельеров. Знаем, что есть в Нерингре и Викуте такие талантливые ребята, есть во Владивостоке театры мод, поэтому нам есть с кем посостязаться и показать. Поэтому новое направление, и тем более, что вон поддержки культурных инициатив в том числе развивает и креативные индустрии, а вот одна из креативных индустрий – это как раз мода. И через моду мы в том числе будем рассказывать о культурном наследии народов России, и одна из номинаций у нас – это этно-костюмы и все, что связано с этим направлением. Вот я как раз хотела спросить, это будет не только этно, может быть, школьную форму? И уличная мода, современная. То есть несколько направлений фестивальных. В целом все положения фестивалей «Детство на море» по всем шести конкурсным направлениям размещаются на сайте. У нашего фестиваля есть сайт «Детство на море.ру», где всю подробную информацию можно узнать. До 30 сентября включительно мы принимаем заявки. То есть вот сейчас как раз мы даем старт, анонсируем. Есть время еще в течение летнего периода подготовиться, поднаработать какого-то опыта, выполнить творческие работы конкурсные и прислать их нам до конца сентября в город Благовещенск. Сначала мы их оцениваем дистанционно. На этом этапе у нас работают местные члены жюри наши, естественно, все статусные и уважаемые, именитые, имеющие награды. Алексей, давайте спросим, а кто у нас? Заслуженный работник культуры России Татьяна Леонтьевна Бедерина, руководитель образцового хора «Детство», заслуженный работник культуры Амурской области, директор художественной школы Светлана Кондратьевна Картошкина, она же председатель Творческого союза художников Амурской области. Поэтому в содружестве с нами работает общественная организация «Амуркина союз», вместе с нами союз писателей, региональное отделение. И мы помогаем, в том числе нашим начинающим авторам, писателям, совместно с нашими профессиональными коллективами. Союз дизайнеров России, наше региональное отделение также будет помогать нам в проведении конкурса модельеров и детских театров мод. Поэтому это очень большое такое событие, в котором много людей, профессионалов, в том числе в сфере культуры, искусства, на уровне региональном будут задействованы. Ну а в рамках интенсивной творческой смены семь именитых членов «Звездного жюри», как мы называем, обязательно приедут к нам в город Благовеческ, по главе с президентом фестиваля Григорием Васильевичем Гладковым, нашим любимым детским композитором, автором «Пластилиновой вороны». И вот не случайно на эмблеме шляпа Григория Васильевича у «Пластилиновой вороны» – это такой наш бренд, талисман. Мне кажется, он даже немножко похож чем-то, ну вот очень-очень отдаленно. Рубаха и шляпа, так скажем так, да, и аксессуары, наверное, напоминают нам самого Григория Васильевича, которого мы с нетерпением ждем уже у нас в городе Благовещенске. В начале ноября фестиваль состоится уже и галоконцерт, 6 ноября мы проводим на сцене общественно-культурного центра. Ну вот такой вопрос для обычных зрителей, не для участников, как это будет выглядеть буквально вот в нескольких слов. Просто жители Благовещенской и Амурской области смогут увидеть какие-то мероприятия фестиваля? Естественно, мы будем делать трансляции в наших социальных сетях, в сетях ВКонтакте и в Телеграм. Плюс будем продавать билеты на галоконцерты, на торжественные церемонии честования. Это всегда праздник, это всегда с использованием театрализованных элементов, каких-то красочных героев, персонажей. Мы серьезно готовимся именно к итоговым мероприятиям фестиваля, чтобы это случился настоящий праздник детства в городе Благовещенске. Спасибо большое. Спасибо вам большое, удачи вашему фестивалю. Надеемся, что в этом году, с учетом того, что появились новые категории, да, скажем так, где можно себя заявить, номинации, да, чтобы и там наши амурские модники и вокалисты показали себя. Спасибо. Когда приходит время обновлять смартфон, возникает вопрос, а что делать старым? Продать, убрать шкаф или отдать родственникам? Центр цифровой экспертизы Роскачества помогает разобраться с этим вопросом. Давайте посмотрим, что у них получилось. Продолжение следует... Если ваша батарея уже действительно давно лежит на полке, то проверьте, как сильно она разрядилась. Категорически следует избегать глубокого разряда в ноль. Важно проверять время от времени устройства, ведь существует риск вздутия аккумулятора из-за различных химических процессов внутри. Второй. Закончится время поддержки смартфона. У каждой модели смартфона есть свой жизненный цикл. Время поддержки, в течение которого производитель будет обновлять операционную систему и жизненно важные приложения. По его истечении смартфон не только может начать работать в ограниченном режиме, но и станет легкой мишенью для взломщиков из-за потенциальных уязвимостей. Старый смартфон лучше не оставлять в тумбочке, там он потеряет работоспособность. Выгодно ли сдать смартфон в комиссионный магазин крупной сети? За последние несколько недель крупные ритейлеры запустили отделы по продаже электроники бывшей в употреблении. Они скупают смартфоны, но условия у каждого сервиса могут быть разные. При этом, как правило, электронику принимают не сами салоны, а посредники, которые специализируются на устройствах с пробегом. Сервис всё сделает за вас, проверит устройство, опишет его, продаст и перешлёт вам деньги. Если это моментальная скупка, то деньги будут зачислены очень быстро. Есть и недостаток. Принимаются далеко не все смартфоны. Некоторые сервисы перепродают только те смартфоны, которые вернули покупатели или принятые по акции Trade-in. В других случаях телефон должен быть ещё и на гарантии и с минимальным косметическими дефектами. Куда ещё можно сдать исправный телефон? Если ваш телефон в рабочем состоянии, есть ещё несколько вариантов, куда его деть. Продать на доске объявлений – наиболее выгодный вариант, если ваша модель – одна из популярных, но малодоступных. Вся сумма с продажи пойдёт вам, но нужно быть готовым к тому, что вы столкнетесь с высокой конкуренцией, а покупателя можно ждать несколько месяцев. Если вы не хотите приобретать новое устройство со скидкой, вы можете продать старый смартфон в частном порядке и отнести в ломбард. Это быстро, но предложенная вам сумма будет невелика. Система Trade-in предполагает, что вы сдаёте старый и уже не нужный вам аппарат, а взамен получаете скидку на покупку нового. Подобные программы есть у большинства крупных продавцов бытовой техники и электроники. В случае некоторых моделей Trade-in будет выгоднее, чем отнести гаджет в ломбард или комиссионку. Наше утро подходит к концу. Мы желаем вам в заключении нашей программы только одного хорошего, продуктивного дня, чтобы вы провели его с добрыми намерениями и дарили людям только радость. И с пользой. Ну, а я желаю вам, как всегда, дорогие мои телезрители, здоровья и удачи на сегодня. Смотрите областное, Амурское областное телевидение. Каждое утро мы будем вам дарить хорошее настроение. Надежда Пархунова, Алексей Римон. Берегите себя и своих близких. Пока. Всем пока. Субтитры подогнали Симон.